салютки друзья мама моя приехала в гости сидим значит общаемся кстати уже в новых штанишках которые думал обратно отправить джинсики нет я на утро отдела нормально ничего отошло решила так вот а мама меня про зелененькие штанишки спросила говорит какой там размер ну-ка я говорю давай мере ты мне уже растянула носи они мне я уже бирку оторвала только что они не узкие так по себе но зачем тебе поправляться какая есть вот девочки кто со штанишками мама говорит или эллочку маме заказать ну где карман там вот кажется могло бы быть поменьше ты чего худеть не будешь лето на дворе мне нравится то что и широкие если бедра широкие то мне вообще нравится чтобы руки были широкие они но бери и не поправляйся дефилирует мама говорит это за небольшой я говорю а ты вот так вот это все же носят сзади распущено спереди собрано зато далее у меня тут ее не видно поясок пойти не какой-нибудь два слова моем скутере ну что ж он проходит обкатку на данный момент катаюсь я регулярно поменял сидуху поставил длинную от второго скутера не стояла короткая на одного только и проехал я уже сто двадцать три километра обкатка идет полным ходом все с ним в порядке а я еще поставил сумочку от старого скутера сюда хотя можно было бы купить другую полон низ не ошибаюсь 35 евро наверно стоит или 70 не помню мощи можно в интернете заказать но качество такое себе потому что при первом же дожде вот все вот эти заклепки начинают ржаветь что у меня и случилось вот только вот это интер и ягуар что это не за киска какая-то то на единственное не заржавела все остальное заклепки замок все живее дождя приехал забирать милану она сейчас подружки после школы зашла сегодня милана ездила не совсем школу они с классом ходили к фермерам экскурсия у них было сейчас уточним у нее как как прошел ее день школьный ну рассказывай ну как было сегодня я свинок трогала свинок трогала что тебе больше понравилось ухаживали за животными мы с ними ходили а коровки а там были коровки тоже на них трогать нельзя было молочко пили нет кушали что-нибудь там было такое еще место такое типа загон стенам там мы бегали игрались в загоне стену хорошо свинки коровки кто-то еще был там были еще и парашки петухи курочки там даже на месте есть там вот там где мы все собираемся на такое поле там в одной группе они выпускают животных бегать просто да ты можешь не побегать а другие они типа убирают там навоз и все такое и ты что делала я убрала а потом бегала нормально получилось воняет да да там очень все потом завоняло и я ушла а как ты не выдержала мой там прям насколько знаешь как дезинфектор такой дезинфектор прям насколько мощно прям вот так понимала ну в климат так воняет да тебе понравилось в итоге что у тебя с обувью нормально что это я уже поменяла мне там кофта есть в бюджаке она очень воняет потом да ну потому что в конце мне дали морковку типа я должна была их скормить до конца из-за того что нам не было тут они на меня начали прыгать вот сюда вот так вот царапали типа вот так вот дашь бы я им дала баран баран запачкали тебе всю кофту ты поехали домой одевайся весь класс был ну было весело да в итоге так сегодня приезжала служба уборки подвала и в принципе все сделали убрать ну очень чисто и сухо в принципе более-менее уже начал все высыхать они обработали какой-то химией специальной не знаю чего от плесени или нет в общем здесь пообрабатывали сколько могли вот эти все велосипеды это бесхозные велосипеды брошенные старыми жильцами когда видно не съезжали бросали их никуда с собой взять не могли вот эти велосипеды годами здесь лежат набросанные и в ходу только вот наш уголок мелоди велосипед там артемкин что по поводу чистоты здесь грязи больше нету все вычистили все хорошо все чисто пока оставили двери на распашку чтобы проветривалась здесь наверное ничего не убирали потому что здесь было в принципе в порядке самая большая грязь было вот здесь здесь было хуже всего и они все убрали ну единственное сказал что это все хорошо но при первом же дожде снова все зальет это все будет грязно поэтому я их отвел туда на улицу на террасу показал им причину где вода затекает что происходит они сказали что отправит это в фирму которая нам сдает квартиру ну а дальше уже дальше уже я не знаю скорее всего честно говоря ничего делать не будут с этим все очень сложно в общем посмотрим ну радует что уже чисто хотя бы а конкретно я показал им вот эти дыры вот эти дыры в которые затекает вода конкретно одна дыра она никакие видите уже размыло третья четвертая вот вода туда уходит и пробивается потом подвал все показал я им они зафиксировали ну а дальше уже будем смотреть какова будет реакция ехали саша и ехали мимо практически решили а почему бы нам не заехать в норму давненько мы здесь не были действительно давненько да как-то были полгода назад но до этого вообще давненько это раньше наш самый ближайший магазин был вот этот прям конкретно поселял когда мы только-только в германию приехали мы жили возле завода континенталь вот он вот он и я вот как сейчас помню мы приехали лето жара выходишь на улицу и резиной пахнет больше нет а потому что говорят там уже и не особо что делать совсем закрыли или мало просто они принесли принесли производство другую страну польшу ли флаг не сняли что-то еще есть мы приехали тогда артемки четыре с половиной тимурки почти год маленькие такие все саша в рейсах целыми днями неделями какими днями на выходные только приезжал вот развлекали себя как могли интересно особенно когда ничего не понимаешь первое время знаете местность изучаешь языку привыкаешь это потом уже спустя месяца три я записалась пошла на курсы языковые уже какая-то жизнь началась общение с людьми что же это такое знаю что это но очень интересно вот я если честно иногда себя так и развлекала придешь за продуктами и пока рассмотришь все безделушки чё так они всякой ерунды нужны кухонные полотенчики но не такие хоть остальные ничего вот это с клубничкой так себе меня смущает может взять 599 4 штуки есть еще пути серенький серенький грустненький саша смотри модель тела ну и что с ней делать интересно можно все выбирать слушай возьмем на разное что девочки вот такие на магните и к чему их примагничивать на улице на террасе допустим этот мешок повесить желтый я вечно не знаю куда его деть его можно 5 евро сколько две штуки 4 написано 4 4 часть потому что она 1 на море на моргута землю не знаю либо там выбрали открыто кстати вытащили уже да значит надо еще найти и доложить 4 части не найдешь больше нет но нет тут две части должно быть 4 может потому и скидка саши что осталось только две больше нету смотри эти получается со скидкой тут две а саша нашел по такой же цене вот там 4 но там клипсы 4 клипсы только по такой же цене то есть здесь кто-то спер два крючка просто больше нету может мне оттуда доложить эти две клипсы туда и будет 4 4 наименование попробуй ну что ну да и там есть еще вот с одной клипсы кстати клипсы тоже не просто можно полотенце вешать и покрывалки и не вот после саш канистра для воды есть да смотри щетку мы точно такую же купили помнишь да только дороже наверное сколько 19 99 так и мультзаля я уже не помню 10 литров нам не надо саш кран и канистра для воды как она будет стоять даже без жесткого каркаса все равно реки прикольные деревянные кубики огромные вот с моей рукой смотри если может быть она нагревается я не знаю если на солнце стоит видно так и и думаю я думал без зелуха ладно ну ладно поехали дальше как говорится в этих рядах одни мужики смотри видишь это для вагона когда для лодки для машин мы каждому 30 чем-то евро платили ну уже купили надо пересмотреть блин чего только нету здесь а вот смотри вот эта вот штука хорошая а ну это да на кемпинг писать когда соединяешь и от дождя защита мы вечно говорим да мы соединим потом ай дождь пойдет за кератит потому что надо взять все-таки надо взять каждый раз говорим надо взять давай возьмем уже две уже нельзя заехать корзину надо было взять я так чувствую я так чувствую что нужна корзина всякие отверточки и щеточки ой эти металлические жесткие простынь кстати говоря вот эта штука она может быть не нужна если взять вот это смотри это цельный кабель цельный кабель который без всяких соединений ты то есть вот это ты втыкнул нет вот это щиток на кемпинге протянуть табель до вагена 15 метров и у тебя никаких соединений просто у нас он короткий как переходник действует а дальше мы удлинитель используем а в вагене есть снаружи тоже розетка простая понимаешь если тебе вдруг надо с улицы что-то подключить корзина для покупок смотрите написано ой я уже персила взяла такая симпатичная да вот на кемпинге за булочками идти в магазинчик с утречка да и в принципе на пикничок классная Саш а так подумаешь будет же лежать на кемпинге в магазин ходить я бы взял я бы взял а я взяла персил сколько тут на 50 стирок сколько литров 2,25 за 10,99 короче как всегда 70 евро как не бывало я очень доволен что мы купили этот кабель офигенно и крючочки я очень рад кабель вообще это вещь показывал да Саша взял два крючочка два на клипсе но все равно чтобы четыре было ну потому что четыре должно быть в комплекте ну ладно мы тебе поверили так как больше не было крючочков я просто взял клипсы еще две они тоже были с ней комплектом мы показываем да дело в том что хоп и полотенечко можно повесить да у меня в зале тоже полотенечко еще мы взяли сковородку мне даже писал кто-то Таня у вас уже старая сковородка поменяй вот смотрите я к вам прислушалась все класс у нее даже ручка снимается о друзья сейчас что было да что было лежу я такая на полу здесь в этой комнате ноги кверху увидела сегодня упражнение что так нужно делать так полезно двадцать минут каждый день лежать на полу вот ноги вдоль стенки кверху правда советовали начинать сейчас советовали начинать не с двадцати минут но я думаю что я смогу полежу двадцать но пролежала на ногу себе еще телефон повесила чтобы смотреть ютуб ночью двадцать минут делать в общем лежу и вдруг такой грохот невероятный а этот Тимур с Миланкиного кокона упал и вместе с собой еще весь кокон сел посидеть да и весь кокон перевернулся мне теперь самой страшно садиться весь кокон перевернулся такой грохот был а он такой стабильный говорит Тимур как тебе удалось я со шоколадкой пустила а он сидя на коконе к столу как-то вперед сильно за шоколадкой потянулся и ба-бах я думаю сейчас костей не соберем хорошо Тимура сильно там не прибила этим всем механизмом чтоб вам прибила вам не по голове прям хорошо шандарова да вот этой штукой да вверх в общем был экшен в общем полежала я про ноги вам расскажу полежала я кверху ноги казалось бы что такое лежи себе ноги кверху двадцать минут нет девочки попробуйте но не лежите сразу двадцать а ощущение такое что кровь с ног ушла совсем я думала она я была в носках я думала ноги станут там синие зеленые нет сняла ничего вроде обычные потом вроде бы ничего каких-то там первых секунд сколько-то а теперь такое ощущение ну я совсем недавно только что закончила делать теперь такое ощущение знаете как покалывание в пальцах в ступне как вы знаете когда ты сидишь как-то непонятно нога занемеет вот вот так вот странно ну не знаю надеюсь что это все на пользу ну прямо в отзывах в комментариях писали что да да хорошо действительно хорошее упражнение ну думаю а что такое расплюнуть да двадцать минут ноги кверху подержать ну не не расплюнуть попробуйте ну кому здоровье позволяет конечно я не агитирую на свой страх и риск так открываем посылочку пришла мне сегодня что же я заказала я уже и сама забыла как долго доставляли сегодня пришло оповещение что ваша посылка возвращена обратно не нашли адресата я думаю вот дают а потом хоп и принесли думаю интересно как так не нашли да нашли что тогда обратно отправили в общем а тут просто еще раз краска для волос я заказала себе еще краски потому что у меня там заканчивается теперь не хватит еще месяца на три-четыре можно не переживать заплатила за все ой что меньше сорока евро по-моему и заказала в принципе три цвета которые в прошлый раз использовала и один какой-то другой не знаю какой из них другой я уже если честно не помню что я там использовала в общем вот такие вот это rich natural булка с Сашей пришли с улицы ой слышите сразу весело стало это тоже такая же они все а это вот по-другому да написано в общем не знаю буду следить раскрасить покажу что получится ну не скоро Саша ты с ней сделал ходит ходит еле дышит булку поджарить решил на новой сковородке яйца яйца а ты же яйца любишь на другой жарить он жарит ну давай мочи маленькие яички а говорят маленькие яички от молодых курочек ты веришь кофе ой сколько скорлупы ты себе в сандали кальций да кальций серьезно фу мне кажется самое мерзкое когда скорлупа на зубу попадает ааааа скорлупу нужно убирать с аж скорлупой лайфхак и вообще лучше бей ее в край сковородки да и все облак булка ты где была боже не может напиться вделяла собака сколько километров вы прошли да она просто тянула меня домой что дождь начался тянула ненормально потяни пол километра без остановки 100 килограммового хозяина да я ее выгуливала смотри какие желтки красивые да желтенькие вообще мне так нравится я чуть не помню в детстве были желтые наверное желтые были в деревне по-моему так друзья кто куда а я спать прощаюсь с вами до завтра спасибо что провели этот день с нами всем пока